Путешествие по игрушечной стране Это был очень хорошенький игрушечный поезд. У него были яркие разноцветные деревянные вагончики, а паровозик был красной, синей трубой и жёлтыми колёсами. А сколько в поезде ехало пассажиров! Вагончики были битком набиты разными игрушками. «Скорей, поезд уже отходит!» – крикнул Большой Ух. Он влез в вагончик и втащил туда сначала ноди, а потом свой красный велосипед. В вагоне ехали две куклы, деревянный солдатик и розовая плюшевая кошка. «Ай, вы отдавили мне ногу!» – крикнула одна из кукол. «Вы наступили мне на хвост!» – сердито прошипела кошка. «Простите, мы ненарочно!» – попросил прощения Большой Ух. «Если вы, уважаемая кукла, немножко подвинетесь, а вы, почтенная кошка, уберёте с дороги свой хвост, то мы сможем сесть. Садись, Ноди!» Ноди, кивая, уселся на сиденье и стал разглядывать попутчиков своими ярко-синими пуговичными глазами. «Что это он у вас всё время кивает?» – недовольно спросил деревянный солдатик. «Послушай, приятель гном, вели ему держать голову прямо, как положено по уставу. И кто это вообще такой? Как его зовут?» «Его зовут Ноди!» – ответил Большой Ух. «Я встретил его в лесу и решил отвезти в игрушечную страну. Я, конечно, не уверен, что Ноди – игрушка, но ведь надо же ему где-то жить. Мне кажется, что игрушечная страна – самое подходящее для него место». «Похоже, он забыл одеться перед тем, как утром выйти из дома», – ехидно улыбнулась одна из кукол. «Нет, я не забыл», – кивнул Ноди. «Мне просто нечего было надеть. Плотник не успел сделать мне одежду. Он только вырезал мне из дерева туловище, голову, руки, ноги и шею». «Когда мы доберемся до игрушечной страны, мы найдем тебе какую-нибудь одежду. У нас не принято разгуливать голышом. Во-первых, это некрасиво. А во-вторых, ты можешь простудиться и заболеть», – произнес озадаченный Большевух. Тут раздался лязг и скрежет. Поезд резко затормозил и Ноди быстро закивал головой. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Путешественники въехали в игрушечную страну, и поезд остановился на первой станции. Пассажиры стали выходить на перрон. «Это станция обезьяния», – объяснил Большевух. «Смотри, сколько здесь игрушечных обезьян! Они ходят по улицам, сидят на лавочках, играют в мяч». Действительно, на улицах города и на перроне было множество обезьян. Трое из них, отчаянно толкаясь, влезли в вагон, где ехали Большевух и Нодди. «Вы наступили мне на хвост!» – завизжала кошка. «Ну и что? Подумаешь, какая важность! И вообще, хвост нужно прятать, а не раскладывать его прямо на проходе!» – крикнула невоспитанная обезьянка. «Эй, солдат! Подвинься и освободи нам местечко!» «А это что за пкивающая деревяшка?» «Меня зовут Нодди!» – ответил деревянный человечек. «Я первый раз в игрушечной стране!» Паровоз дал свисток, и поезд тронулся. «Следующая станция – лошадиная. Там живут деревянные лошадки!» – объяснил Большевух. «Они никогда не ездят на поезде, потому что могут и без поезда доскакать куда угодно!» Нодди очень понравились деревянные лошадки, особенно те, у которых копытом были приделаны полозья, чтобы они могли качаться взад-вперед. «Мне кажется, что эти кони-качалки чем-то похожи на меня! Я киваю вверх-вниз, а они качаются взад-вперед!» – сказал он. «Здорово!» – восхитилась обезьянка. «Теперь мы так и будем их звать! Кони-качалки!» «А какая следующая станция?» – спросил Нодди. «Мышиная!» Облизнувшись, промурлыкал розовая кошка. «На этой станции живут заводные мышки! Пусть только попробует какая-нибудь мышь сесть в наш вагон! Я задам ей такую трепку, что из нее только винтики и шпунтики полетят!» На станции Мышиная в поезд зашли всего две мышки. Но, разумеется, ни одна из них не посмела сесть в их вагон. А кошка сошла на следующей станции, которая называлась Кошачья. «Счастливого пути!» – крикнул ей деревянный солдатик. «Наконец-то твой хвост не будет путаться у нас под ногами!» «А какая станция моя?» – прошептал Нодди на ухо Большеуху. «Может быть, в игрушечной стране есть станция кивающих деревянных человечков?» «Нет такой станции!» – ответил Большеух. «Поэтому мы с тобой выйдем на ближайшие остановки!» «Эта станция – игрушечный город, столица игрушечной страны!» «Вот мы и приехали! Всем счастливого пути!» Большеух с Нодди сошли с поезда и очутились в игрушечном городе.